Ну что ж, всем привет, ребят, с вами Джинс, и сегодня мы продолжаем играть в Stranded Deep. Я думаю, сегодня мы в очередной раз будем путешествовать в поисках затынувших кораблей, потому что у меня уже почти все вещи есть для создания катера. Единственное, что у нас осталось плод построить, на него прилепить этот катер, кроме одной. Короче, так, это фонарик, мы пока его выбросим. У меня есть первая часть, получается, канистра это вторая часть, потом карбюратор это четвертая часть, и у меня не хватает, короче, третьей части. Как она там себя именует, я, если честно, не знаю, но, в общем-то, у меня ее не хватает. У меня есть даже хаммер для постройки некого плота, чтобы потом к нему уже присобачить все, что надо, но третьей части еще не хватает. У меня есть целых четыре топора, в общем-то, два ножа, весла даже, два, три зажигалки, так что все под контролем. Еще даже два ведра у меня есть на всякий случай. Сейчас я, наверное, возьму с собой фонарик. Кстати, вот сказали, что вот этот вот фонарик, так, аккуратно, его можно зажигать, типа, и на пол бросать, и тогда он тоже будет светить, и все будет окей. Вот, так что он, вроде как, очень полезный. Но его мы все равно пока оставим здесь. Сейчас у нас по времени, в общем-то, шесть часов, показатели все в норме. Скоро, вероятнее всего, нам надо будет поспать, и как раз-таки с утра мы уже начнем путешествовать. У нас есть бандажка, на всякий случай, если вдруг нас покусает акула, и у нас будет кровотечение, то мы можем просто использовать бандажку, и все будет под контролем. Да, еще надо взять обязательно бинокль, потому что с помощью бинокля можно смотреть... Так, бинокль. Что там да как, где из затонувших кораблей. В прошлом эпизоде мы исследовали три затонувших корабля вот в этой вот части острова. Сейчас мы поплывем, наверное, куда-то туда. Нам нужно забраться наверх, на самую, наверное, высокую пальму, на вот эту вот, например. Так, сейчас мы, наверное, этими займемся. Главное не рухнуть, потому что... Хотя у меня на самом... Нет, морфин я уронил. Вот это проблема, на самом деле, морфин я уронил. Очень сильно светит солнце, прям невероятно сильно, поэтому не видно никакого намека на затонувшие корабли. Они должны быть такими вот беленькими волнами, знаете, но из-за того, что солнце слишком ярко светит, в этой части пока что незаметно. Голубая пальма. Ну вот сейчас солнце садится понемножку и будет, по идее, видно. Давайте подождем, пока оно сядет. Хотя оно вот уже почти, оно довольно быстро садится. Просто с вами наблюдаем закат солнца. По красоте, ладно. Все, вот оно и село. И пока что я никаких белых волн не замечаю. А тут, кстати, есть определенный горизонт, скажем так, видимости воды. Там дальше оно каким-то определенным треугольником сгущается. Короче, никакого даже подобия вот этих вот маленьких волн я не вижу с помощью бинокля. Может, я, конечно, очень невнимательный, но... Зато я вижу акулу. И еще одну акулу. Вот. Ладно, давайте спускаться. Сказали мне, что спускаться надо спиной, вот, чтобы не упасть. Так и делаем. Сразу же мы поспим и с утра тогда уж отправимся. Еще чего-нибудь перекусим, наверное. Обязательно. Сейчас мы снимем, пожалуй, эту воду. Она должна была уже доготовиться. Так. Оп. Отлично. Что у нас там с водой? С водой все в порядке. Так, хорошо. Блин, она так вылилась, походу. Ну, ладно. Я сейчас еще возьму, наверное, пожарю какого-нибудь крабика. Чтобы у меня на утро было что перекусить. Кстати, заодно сейчас проверим. Если мы ляжем спать и поставим крабика жариться, когда пороснемся, он будет готов или нет? По идее, должен быть готов. Это логично было бы. Ну, походу, нет. Походу, логика здесь пока что еще не работает. Ну, да ладно. Что мы возьмем с собой в путешествие? Бинокль нет. Мы возьмем с собой весло. У меня и так есть топор, разумеется. Фонарик возьмем. На всякий случай. Бонтажку, в принципе, можно взять. Но она будет, мне кажется, все-таки лишняя. Потому что это лишний слот. А чем больше мы с собой возьмем, тем лучше. Нам даже, по большому счету, фонарик даже не нужен. И зажигалка даже нам не нужна, по идее. Потому что фонарик надо использовать только ночью. А сейчас у нас... Ох, нифига себе, мы голодные, слушайте. Надо еще что-нибудь перекусить, найти. Пару кокосиков, наверное, мы сейчас стрельнем по бырику. О, как раз тут три кокоса таких сочненьких. Отлично. Заодно ими и напиться можно. О, кстати, вот еще и крабик зажарился. Хотим ли мы пить? Так, давайте мы сначала все эти кокосы... Где еще остальные? Не вижу. Тут же было три кокоса. Они укатились вниз, наверное, да. Вот один, а второй где? Вот, отлично. Так, сделаем их, наверное, сразу drinkable. Раз, drinkable. Два, drinkable. А этот не drinkable, да? Так, стой, стой, стой. Хватит тут мне махинации проворачивать. Вот, это тоже drinkable. Сразу их три выпиваем. Еще выпиваем, я сказал. Пидовый. А что, он сразу три, что ли, выпил? Походу, ладно. Черт с ними. И теперь их сразу мы крабика еще перекусим. Где крабик? Он что, сгорел, что ли? А, вот он. Он у нас в венитаре. Ладно. Крабика перекусили. Вот, осталось как раз таки кокосов похавать. И все будет под контролем. Шесть кусочков у нас будет. И, по идее, мы все показатели при этом восстановим. И уже можно прямиком отправляться в путешествие. Так, еще пока кушаем. По идее, с одного полноценного кокоса одна табличка здоровья восстанавливается. Так что мы до конца уже забьем. Ладно. Ох, сколько у меня тут вещей. Жаль, что пока еще не придумали. Я думаю, в будущем, конечно же, добавят. Но пока еще нет такого определенного, может, сундука какого-то. Очень неудобно. Ладно, взяли с собой все самое необходимое. Даже фонарик я, наверное, оставлю. Ладно, зажигалку возьму свою. Хотя нет, фонарик на всякий случай надо взять. У меня ведь тут два фонарика, да? У меня есть еще один фонарь здесь. Пускай один фонарь остается, а один я возьму с собой. Хорошо. Где я там припарковал лодочку свою? Вот она. Здесь мы все уже исследовали. Сейчас попробуем в другую сторону поплыть. Очень жаль, что я до сих пор не нашел компас какой-нибудь, потому что мне очень нужен компас, так как я боюсь, что я потеряю, где находится вот этот мой остров. Ага, ага. Хорошо, что сейчас начался туман. Если бы он начался немножко, буквально чуть-чуть позже, я бы уже фиг бы нашел бы свой остров, потому что из-за тумана абсолютно ничего не видно. Хорошо, мы тогда займемся, может, какой-нибудь растительностью. Картофана пособираем, пока не рассеется туман, потому что я не собираюсь в туман плавать, когда у меня нет компаса. Это вообще самоубийство. Так, для начала мы заберем себе волокна юг, и все это будем здесь складывать. В будущем оно понадобится. Мы все равно лучше сейчас их срубим, потому что они же по чуть-чуть растут. Лучше сейчас их срубим, потом в будущем уже срубим следующие, которые вырастут. Мало ли, рано или поздно понадобятся. Можно, кстати, сейчас замутить, пока туман себе плод. Вот, по-моему, он делается просто из палок. Я, честно говоря, не особо секу в этом, но, по идее, он делается просто из палок. Сейчас мы возьмем большое количество палок. Например, вот это вот огромное дерево срубим. С него должно получиться довольно много палок. Кстати, насчет того бага. Помните, в прошлом эпизоде мне рассказали, что можно типа вот так вот багаюзить? Как-то я не так сделал, по-моему. Как-то надо багаюзить-то. Сейчас-сейчас оно все упадет. Так, давай падай. Вот, типа ты нажимаешь escape, отжимаешь, оно как-то должно быстро бить. Что-то у меня через раз это получается. А вот-вот-вот. Типа вот так вот багаюзить-то. Очень быстро все добываешь. Но этим и пользоваться, конечно же, не будем. Я вам просто показал, если вы прошлый эпизод не смотрели. И, короче говоря, мне написали, что так же самое можно и с лодкой делать. Типа с острова на остров переплывать. То же самое. Нажимаешь escape, и он веслом просто как не в себя плавает. Я думал, уже рассеялось так быстро. Не тут-то было. Так, для палок у нас должно быть много места. Есть. Это уже... Стоп. Это еще палки все-таки. Отлично. Хорошо, что у нас есть нормальный топор, а не вот этот, который очень быстро ломается. Так, здорово. Давайте сейчас мы проверим, как раз таки, из палок ли делается плод или еще что-нибудь надо. 12 палок уж точно должно хватить. Сейчас мы возьмем тот самый хаммер и попробуем. Да, фундамент мы делаем, короче. Вот, и получается, как бы нам так сложить этот фундамент. Что у нас не получается-то, я не понял. Что в воду надо запихнуть? Вот. Получается, фундамент мы как-то так... Переносим его на воду или что? Короче, мы к фундаменту прикрепляем. Он, кстати, не двигается вообще. Я так понимаю, мы к фундаменту прикрепляем этот мотор или как-то его, и получается такой мини-катер. Вот. Ну что, у нас есть свой собственный фундамент. Знаете, такой мост можно выстроить, наверное, с острова к острову. Хорошо, мы хотели еще подобывать картофан. А посмотрите, я вообще не помню, есть ли у меня здесь картофан, если честно. За все эти эпизоды, что я снимал, я еще ни разу не срубил картофан. Может, только в первом, я вот не помню. Но так чисто я его пропускал постоянно. Походу, у меня здесь даже нет его. Да и пофигу, на самом деле, если быть до конца честным. Может, так пока одним глазком повыглядывать, хотя бы на какие-то намеки кораблей. Плыть мы, разумеется, не будем без... Пока туман такой огромный, ну его нафиг. Скорее бы заделать этот катер. Я хочу посмотреть, как он будет работать. Единственное, что здесь может быть нестабильно, это то, что у нас этот плод может в любое время разломаться. То есть, например, мы плывем, 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 и тут он, бац, просто развалился на части. Типа, он нестабильный, все дела. Так что, это определенного рода проблема, если быть честным. Ладно, показатели пока в норме. Ну, хорошо, пока заняться нечем. Я думаю, мы просто подождем, пока спадет туман. И, в общем-то, продолжим. Честно говоря, прошло секунд 15 буквально, и туман сразу же спал. Так что, в принципе, много времени мы не потеряли. Отлично, можно отправляться в руки весло. Хаммер мы выбросим. Хаммер мы выбрасываем. Фонарик я оставил. Все-таки, мало ли, вдруг мы задержимся на дольше, чем предполагается. Вдруг совсем неожиданно начнется еще один туман. Как-то я, по-моему, истерически только что так посмеялся, знаете. А ладно, мы отправимся туда сейчас. Тут мы вот эти вот треугольник кораблей уже исследовали. Друзья, акулы нас не должны трогать. Надо как-то заслужить авторитет среди акул. Надо просто заболеть их лидера, короче. Они тогда не будут меня трогать. Они будут меня возглавлять. Типа, я такой, босс акул. Такие, да нет, это же босс акул. Не будем его трогать. Пускай плавает по островам. Вот. Было бы здорово быть боссом акул. Я так подумал. Эх. На самом деле я уже жду новое обновление. Хочу посмотреть, что там произойдет интересного. Подождите, а я вообще видел корабль с этой стороны? Я чуть не помню. По-моему, корабль есть и с той, и с той стороны. Или я схожу с ума. Сейчас я проверю это. Потому что на корабль с этой стороны я, по-моему, не заглядывал. Сейчас я проверю. Я все-таки проверю. Подождите, нифига себе, сколько я здесь бегал. И оказывается, что здесь с двух сторон, что ли, корабль? Да. Представляете? То есть буквально с этой стороны острова еще один корабль. Ну что ж, будем считать, что я проперся. Ладно, этот остров клевый на самом-то деле. И здесь мы найдем компас. Прикиньте, как круто будет. Тут еще вот такая вот заброшенная лодочка есть. Все вообще под контролем. А нет, здесь я осматривал. Потому что здесь открыто. Ничего себе. Но на этот корабль я, по-моему, не залазил. Хотя вон я там вижу, на самом деле. То, что я, скорее всего, сюда залазил. Но я об этом не помню. Сейчас заодно и проверим. Сюда не так уж и просто запрыгнуть. Несмотря на то, что я вроде как с лодки прыгаю. Все как бы правильно. Но не всегда получается. Сейчас мы попробуем еще с той стороны, конечно. Или, может, я осматривал этот корабль. Это тот же самый корабль. Лоу. Знаете, как оно смешно смотрится? Смотрите. С этой стороны кажется, что это не тот корабль. Потому что ты как бы осматриваешь. И вот. И кажется, что он здесь. А на самом-то деле это тот же корабль. Короче, потому что если с этой стороны смотреть. Такой бред просто. Кто бы мог подумать. Ну ладно, тогда здесь я был. Окей. А что здесь делает? Канистра, оказывается, все-таки. Я не все там забрал. Ну ладно, чисто ради теста, ребят. Мы с вами проверим этот баг. Ну просто мне интересно. Я не собираюсь им пользоваться. Я просто хочу попробовать. Пока что у меня не получилось. Как там? О, вот оно. Это просто какой-то телепорт на самом-то деле. Но я бы не сказал, что ты так прям летаешь вокруг островов. Но пользоваться мы им в любом случае не будем. Потому что это не круто. Мы поплывем еще такой большеватый круг вокруг острова. В надежде найти что-нибудь полезное. Хотелось бы компас в идеале какой-нибудь. Или что-то около того. Так, здесь мы все осматривали. Так что мы плывем в эту сторону. Опасно так плавать на самом-то деле. Я там проперся на целых три. Главное знать, куда нам плать обратно. На целых три затонувших корабля. А сейчас может быть такое, что мы довольно долго будем плавать. И не найдем ни одного. Божечки, сейчас меня кто-то толкнет. Толкнет кто-то меня, чую. Я главное с лодки не упасть. Да, акула? Да, да. Ничего страшного. Мы не боимся акул. Мы с акулами друзья. Правильно, акула? Правильно. Давайте. Еще один затонувший корабль, в котором я найду компас. И если уже я найду компас, это означает, что я смогу просто без проблем путешествовать по островам, не боясь потеряться. Да, отстань ты от меня, дикая акула. Я не знаю, тебе неужели не хватает целой кучи рыб, которые там есть? Нет же, надо ей меня мучить. Хочет что-нибудь постоянно от меня эта акула. Ну, что с вами не так? Она кажется, что так высоко как-то, знаете? О, не надо, не надо, не надо. Неужели она хочет, чтобы я ее зарубил? Но я же не хочу этого. Акула, ты же понимаешь, что я могу. У меня есть бинт, я тебя не боюсь. Я могу просто взять топор и наказать тебя за твое плохое поведение. Но я же жалею тебя, акула. Поймишь ты, наконец. Это же все ради тебя. У меня просто на этом острове нет друзей. Акула это единственное. Кто меня... А-а-а! Черт, 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 черт. Быстро забраться, забраться. Она еще и толкает лодку, зараза. Нифига себе. Какая дерзкая. Так, короче, акула, ты мне надоела. Давай я, наверное, дам тебе люлей, чтобы ты меня не мучил. Но там много акул. Это все не так просто. Ну что, ты здесь? Смотри, акула, я беру топор и наказываю тебя за твое плохое поведение. Неприятно? Ну что такое? Ну куда же ты плывешь? Не надо. Не надо. Надо было себя вести хорошо. Понимаешь? Ну и что это? Ну это твой удар. Ну я же тоже так умею. Акула. Ну вот зачем ты так? Ну смотри. Ну и что? Ну мы же не хотим портить отношения друг к другу. Правильно? Правильно я спрашиваю? Куда это ты плывешь, акула? Думаешь, я тебя не вижу? Я ее и вправду не вижу. Неужели она смогла скрыться от меня? Это обидно. Где она? Вот она. Родная, иди сюда. Вот. Вот. Акула. Ну ты же понимаешь, что я же хотел по-хорошему. Вот серьезно. Я не хотел тебя обижать, акула. Я хотел с тобой по-хорошему. А ты вот себя вот так вот ведешь. Должно быть стыдно. Согласны, ребят? Приличная акула из хорошей семьи. А вот такие вот манеры. Я просто не понимаю. Кровотечения нет. Даже кровотечения нет. Бесполезная акулка отдала свою жизнь. Ну ничего. Будешь здесь на острове, потом я тебя скушаю. Пока что я дальше буду отправляться, чтобы ты мне не мешал. А что у нас там с голодом? Все, короче, в порядке. Ладно, поплыли. Не в ту, конечно, часть от острова, но тем не менее. Сложно найти заданавший корабль, когда у тебя нет компаса. Я просто, честно, у меня здесь очень много всего полезного на этом острове. И я как-то просто боюсь от него далеко отплывать. Потому что мало ли, неожиданно, туман и все в таком духе. Надо сделать себе какой-то ориентир, на который мы будем плыть. Так, надписи эти везде. Да, давайте мы будем ориентировать, и мы будем... Нет, вот где-то вот так вот надо тогда выплыть. Вот. Мы будем плыть назад, противоположно вот этой вот лестнице подъема. И тогда мы как-нибудь попадем на свой остров, если плыть тупо прямо. Вот будем плыть пока тупо прямо и осматриваться по сторонам. И потом мы будем... Противоположно этой фигне, получается, мы будем плыть сюда и попадем не на свой остров. Короче, плохая идея, по-моему. Так все не выгорит. Надо просто не терять его из виду. Что там такое? Что уже темнеет так быстро? Ладно, возвращаемся. Потому что... Не хочу я, чтобы резко затемнило. Тогда мы уже поспим и на следующее утро отправимся. Потому что... Ну его нафиг. Я уже однажды потерял свой остров и не хочу еще раз его потерять. Мне было больно терять прошлый остров. Вот серьезно. Так что... Это все такое. У нас тут есть палки. Мы сейчас пока палки, наверное, закинем сюда. Вот. Акулку эту зарубим. Мясо так разлетелось просто. Закинем мясо сюда, жарится. Оп. Отлично. Мясо у акулок очень питательное. Воды у нас, правда, мало. Мне кажется, что нам нужно сделать еще один костер. Что одного костра будет мало. До того, чтобы лечь спать, нам нужно еще 30 секунд. По идее, в 6 часов он уже может ложиться спать. Потому что в 6 часов заходит солнце. Все-таки, наверное, стоит взять с собой бинокль. Чтобы, когда мы плыли, осматриваться по сторонам. В поисках хотя бы какого-то подобия. Я не знаю. Так, где бинокль здесь? Бинокль должен быть где-то здесь. Я не понял. Неужели бинокль решил скрыться? Что у нас? Камни. Волокна юки. Мясо. Я не знаю, где бинокль на самом-то деле. Вот я вижу бинт. Я вижу канистры. А бинокля не вижу. Вижу даже фонарь. Бинокль все равно. О, смотрите, он сам по себе зажегся ночью. Вот это прикольненько. Может, где-то спрятался бинокль. Я не знаю. Но он должен быть желтенький такой. Я, может, совсем уж ослеп. Я не знаю. Или где-то его здесь выбросил подальше. Но он где-то тут по-любому. А вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Бинокль родной. Возьму тебя с собой. Давайте. Какие-нибудь белые волны. Небольшие хотя бы. Ну, давайте же. Совсем нет белых волн. А обидно. Интересно. Там, где уже есть эти корабли. Вот я знаю точно, что вот тут есть корабли. Есть ли здесь эти белые волны? Да их все равно нет. Это, наверное, такие вот прям затонувшие корабли. Вот те, которые... Корабли, которые я исследовал, в них фактически было видно их, короче, из воды там такие трубы торчали. Я мог просто к ним подплыть, туда в них замернуть. Их... Они... Два корабля были абсолютно идентичны, только там с разным лутом. Вот. Так. Смотрим, сколько восстанавливает акулка. У нас четыре. Ох, ну да. Акулья мяса очень сильно восстанавливает. Сейчас мы... В ведро еще воду наберем, чтобы уже, когда мы пришли, мы смогли нормально напиться. Есть. Нам приходится заныривать просто. Так. Все. Погнали. Ладно. Ладно. Все. Теперь уж точно мы плывем. Где лодка-то? Что за фигня? Ага. Я в этой стороне, да, пришвартовался. Точно, 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 точно. А нет, стоп. Это не лодка. Я уже схожу с ума. Где я лодку-то оставил? Что за фигня? Вообще голова не варит. Ага. Вот. Не мой день сегодня. Ладно. Поплыли. В надежде на хотя бы... Не знаю. Маленький намек. Я хочу затонувший кораблик. Я хочу. Вот. Хочу найти компас. Хочу найти последнюю часть для мотора и быть счастливым. Скаты плавают. А еще одна акула. Ну, я ж только недавно от тебя избавился. Почему вокруг моего острова так много акул? Кто-нибудь не объяснит? Она, надеюсь, ко мне хоть не поплывет? Акула. Ну, не надо. Ну, пожалуйста. Ну, живи же ты своим спокойной акулей жизнью. И не мешай мне. А я буду жить спокойной... Тихо. А, мне показалось, что туман начинает. Представляете, как я испугался? Главное, чтобы не начался туман. Ну, пожалуйста. Ну, не стоит делать туман. Пока что я еще вижу свой остров. Я уже боюсь, вот реально, не хочу дальше отплывать. У нас вода приготовилась. Это все, конечно, прикольненько. Но все равно. Но все равно, далеко отплывать мне не хочется. Тихо. Что было вообще? Меня раздражают эти странные перепады в погоде. Они такие просто слишком резвые, знаете. Они должны быть какими-то плавными. Они так прям бац. И все. И совсем другой цвет воды даже. Так, ладно. Мы на таком расстоянии, чтобы видеть свой остров. И будем плавать, короче, и высматривать. Если здесь где-нибудь затонувшие корабли. Потому что, ну его нафиг. Если начнется туман, я очень боюсь не найти свой остров. Так, ну давай. Что-нибудь похожее на затонувший кораблик. Пожалуйста. Пока что из воды ничего не торчит. Никаких волн приблизительно я тоже не вижу. Но почему? Я же уже почти все собрал. Осталась только одна чертова часть. Объясните мне кто-нибудь. Какие же у нашего Робинзона должны быть сильные руки? Что он постоянно, короче. Я так понимаю, это то, что я уже осматривал, да? Я уже думал обрадоваться, а потом понял, что это то, что я все-таки уже полностью осмотрел, да? Ну да. Тут еще где-то третья должна быть. Это вот первая. И вот там вот еще две, по идее. Да, вот одна. И вон там дальше вторая. Вот. Еще бы пару таких найти, было бы вообще круто. Но приблизительно на таком расстоянии мы будем дальше плыть вот таким вот кругом и смотреть. Есть ли здесь что-нибудь полезное? Ну это такие вот, которые явно видно из воды. А должны быть такие прям подводные некоторые. Вот подводные я еще ни один не осматривал. Я их видел когда-то там еще в прошлых эпизодах. Но тогда мне было не до них, короче. Там помните, было что-то еще красное однажды. Я вообще тогда очень осень-осень сильно испугался. Да, поэтому я не хотел нырять. Так, делаем еще один кружок такой. Прям как полагается. Даже можно чуть побольше расстояния взять. И смотрим внимательно. Я аж такой, знаете, прищурился такой. Высматриваем, высматриваем. Хотя бы намек. Намечище на какой-нибудь затонувший кораблик. Так можно еще даже дальше отплыть. Я люблю рисковать. Риск это мое второе имя. Анатолий Риск Климчук. Вот так вот меня именуют. Это тоже слишком рискованно. По-моему, я очень далеко отплыл. Ну давай же. Ну-ка там вдалеке где-нибудь. Хотя бы что-то похожее на затонувший кораблик. Нет, да? Не хотите. А почему? Никто не знает почему, но никто не хочет. Ну давай же. Да я уж чуть ли не к другому острову подплыл. А нет, на самом деле я не так уж и далеко от своего отодвинулся, если так подумать. Но я плыву в надежде на чудо. У того острова я уже был, по-моему. Там ничего полезного нет. Ну хорошо, ладно. Черт с ним. Пока я вижу свой остров, давайте плыть к тому острову. Раз уж на то пошло, раз уж мы прям решили по полной рисковать, то черт с ним. Давайте. Давайте. Потому что, ну, никаких успехов, то что мы рядом со своим островом плаваем, мы не имеем. Так что мы плывем дальше. Ну просто я плавал рядом со своим островом, потому что мне хотелось как бы быстро что-нибудь достать и вернуться к себе. Но, ой, я нашел! Видите? Вон там, вон там, вон там, вон там. Смотрите, 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 ребятки. Вот они, волны, волны. Значит, обстанувший корабль. Все, мы плывем туда. Главное это не потеряться. Как же я надеюсь, что там будет третья часть от мотора, что там будет газовый баллон, чтобы я мог дольше плавать, и что там будет еще, например, компас. Вот. Было бы здорово. Но хотя бы я нашел. Так, вон мой остров. Вон мой остров. Вот же мой остров, да? Ладно. Получается, мы должны отсюда просто назад поплыть. Главное понимать. Вот мой остров в стороне небольшой лестницы, чтобы залазить наверх. Так, давайте я, пожалуй, оставлю здесь бинокль. Вот. И буду нырять. Что это такие за звуки? Что там акул какая-то снизу или что? Я не понимаю. Ладно, погнали. Быстро-быстро плывем. Лутаем все. Открывайся, зараза. Так. Походу, открывайся, зараза. Не сработало немножко. Ладно. Давайте наверх по фасту. Так, где моя лодка? Ага. Так. Там, кстати, плавала эта очень страшная рыба. Как она? Скажите мне, я вам отвечу. Так. Сразу бандажку тырим. Еще что-то. Не знаю, то ли это что нам нужно, но... Вот, пропеллер нам нужен. Точно, точно. Вот это вот мы выбрасываем к чертям и забираем пропеллер. И убегаем отсюда вовсю. Так, все, ладно. Я не хочу больше туда тусить. Я думаю, мы сюда еще вернемся когда-нибудь. У меня не так уж и много места просто. Но я нашел пропеллер. И если я не ошибаюсь, то пропеллер это то, что нам как раз таки и нужно. Ладно, плывем мы на свой остров. Я надеюсь, что это мой остров. Жаль, что мы не нашли компас. Но, но если у нас будет готовая, так сказать, лодка, там катер, да, то мы сможем путешествовать более долго. Так, это же мой остров, правда? Потому что если это не мой остров, то я с ума сойду. И я надеюсь, что нам все-таки остался пропеллер. Потому что точно я не помню, но, по-моему... О, я знаю, как узнать. Это должна быть третья. Да, да, это третья часть. У нас сейчас будет мотор, ребята. Ребятушки, сейчас будет у нас мотор. Прикинь, сейчас под низу такая акула пробивает наш надувной плод и кушает меня. Я умираю. Крайне обидненько было бы на самом деле. Я один вижу эти странные весьма смены погоды. Не из-за чего просто. Что у нас там с показателями? Ну, пить он хочет, но как раз у нас там готовая вода. Так что мы сейчас попьем. Да, да, детский. Это наш остров. Наконец-то я сделаю свою собственную лодку. О, у нас новая акула появилась. Здравствуй, новая акула. Я не знаю, неужели их... Вот знаете, как в Форесте. Сделать этот тотем, короче, из акул. Вот. И на тотем навесить разные там акулии плавники и так далее. Они будут смотреть, нифига себе, сколько акул замочил этот изверх. Знаете, такие, типа, да не, не, пойду я лучше маленьких рыбок поем. Наш плод как-то уже, по-моему, нестабильно плавает. Он уже сдулся полностью. Так, акула где-то здесь, да? А, нет, решила уплыть. Так, все, не томим, не томим. Идем, делаем мотор. Так, я не понял. Раз, два. Раз, два. Три. И вот это еще, карбюратор. Четыре. Походу, надо для того, чтобы его сделать. Молод, мне кажется. Оп. А чего-то еще, да, по-моему, не хватает. Но у нас уже четыре части. Вот, я их уже выделил, так сказать. Я не знаю, на самом деле, чего не хватает. Вот честно. Может, места нет? А, смотрите, топоры уже не стакаются. Получается, что четыре можно максимум. Ну, это понятно, на самом деле, было. Что же не хватает-то? Может, их как-то в инвентарь нужно сложить? Я не знаю. У нас есть две бандажки, кстати, это прикольненько. Так, первая часть, вторая часть, третья часть и четвертая часть. У меня даже две четвертых части. Вот. Раз, два, три, четыре. Они же крафтабл. Какие? А, у-у-у, я понял. Их, походу, надо на плот закинуть. Может, так? Закатит. А если еще молод взять? Делайся, зараза. Ну, все же четыре части есть. Что за фигня? Ладно, фиг с ним. Разберемся уже с этим в следующем эпизоде. Если вам понравился этот эпизод, ребят, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Пока и удачи вам. Всего хорошего. Встретимся в следующем эпизоде.